Продолжение следует... Международное правосудие небыстрое, но не отвратимое. Об украинской позиции в международных судах говорим с заместителем министра иностранных дел Евгением Йениным. За последние четыре года Украина направила в Международный уголовный суд в Гаге 15 информационных сообщений о преступлениях, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе. Всего же в Украине, по данным офиса генпрокурора, зафиксировали более 20 тысяч таких преступлений. О перспективах международного правосудия говорим в конце программы, а сейчас дайджест резонансных криминальных новостей. Первая важная победа Украины в борьбе за Крым. Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению дела по сути, фактически признав правомерность претензий Украины к России. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, решение ЕСПЧ – мощный удар по мифологии, который РФ использует в гибридной войне. Крым – это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не референдум и мирное волеизъявление. Украина наступает на всех международных правовых фронтах. Так, через несколько дней, 1 февраля, в Нидерландах, Голландия, должно начаться рассмотрение по сути дела четырех обвиняемых по делу МИЧ-17. Это важная часть иска Украины к международному суду ООН. Судьи уже отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы Боинга, сбитого российским буком над Донбассом в июле 2014-го, заявив, что международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело. Вопрос Боинга рассматривается как минимум в трех плоскостях. Первый – это, конечно же, уголовный процесс, который по согласию всех постраждавших государств происходит в голландской уголовной юрисдикции. Второй процесс – это дело, которое ведет Украина в международном суде ООН против России в рамках конвенции недопущения финансирования терроризма. И третий раз мы слышим о вопросе Боинга в рамках иска Голландии и Украины против Российской Федерации, которая в ближайшее время начнет слушаться в Европейском суде по правам человека. И о криминальных новостях. В Донецкой области прокуратура возбудила дело против полицейского, который застрелил предпринимателя. Расследует превышение власти или служебных полномочий. Проведено исследование работника полиции на использование наркотических средств, а также перебивание, возможно, в состоянии алкогольного спинения. Возвращено ряд судовых экспертиз, среди которых судово-медичная, химическая, балістичная, трассологическая, а также компьютерно-техническая. Кроме того, на сегодняшний день нам выключены видеозаписы с боди-камер, которые на сегодняшний день уже выучаются следствиями ДБР, после чего будут призначены соответствующие экспертизы. Бывший директор рынка Киевский в Мариуполе предприниматель Владимир Мегодский был убит 16 января полицейским в поселке Сартана под Мариуполем. По версии полиции, патруль застал группу людей за незаконной вырубкой леса. На место была вызвана следственная оперативная группа. Полицейские обнаружили четырех лесорубов и их автомобиль «Газель». Во время документирования уголовного преступления один из мужчин попытался покинуть место преступления на автомобиле. На требование остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со статьей 46 закона Украины о национальной полиции, стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя, рассказали в полиции. По версии так называемых лесорубов, никакой незаконной порубки не было, а наоборот, полиция пыталась незаконно задержать его брата. Тот якобы загрузил несколько бревен в багажник «Газели», чтобы утяжелить машину и вытащить застрявшую рядом легковушку друга. Вот это положили, чтобы пригрузить кузов, потому что не можем заехать, машина буксует. В этот момент подъехал заместитель начальника Кальмюзского райотдела полиции Мариуполя и обвинил парня в незаконной вырубке, потребовав паспорт. Поскольку документов у него не оказалось, он позвонил отцу и попросил его привезти их. Прибыв в сопровождении двух людей, Мигодский-старший начал спорить с полицейскими, затем сел в «Газель» и попытался уехать. Но полиция открыла огонь и застрелила его. По машине, по словам руководителя Донецкой прокуратуры, было выпущено 9 пули из автомата. Начато расследование. Жизнь человека, ее здоровье, честь и наивысшая социальная ценность нашей страны. Поэтому, счастье, сердечное впечатление родине и друзьям Мигодским, есть сын в студии. Мы понимаем, что эти факты, которые произошли, потребуют всебечного, полного, объективного расследования. Правовую оценку действиям полицейских дадут представители Государственного бюро расследований. Тем временем в Киеве Госбюро расследований задержало экс-помощника народного депутата Украины, который приторговывал должностями, причем обещал теплое кресло в офисе президента Украины за 200 тысяч долларов. Сделка, конечно же, не состоялась. Оперативными споробитниками установлено, что человек пытался заволодеть гражданами потерпелого, запевнивши его в том, что он может допомогти в працевлаштувании до офису президента Украины. Подчас удержания первой части неправомирной выгоды в сумме 100 тысяч долларов США его было затримано в порядке статьи 208 КПК Украины. И новости по мотивам предыдущего выпуска программы «Право на право». Экс-начальник уголовного розыска полиции Сумской области вместе с сообщником предстанут перед судом за коррупцию. Об этом нам рассказали в Сумской областной прокуратуре после выхода нашего сюжета «Баланс». Там завершили расследование по резонансному делу о систематических вымогательствах взяток у бизнесменов со стороны правоохранителей. Подозреваемых в коррупции уже уволили с занимаемых должностей. Впереди суд. 69-летняя киевлянка Татьяна Коломец отдала врачу-стоматологу 330 тысяч гривен за качественные импланты. Приветливый и внимательный врач производил хорошее впечатление, а для проведения необходимых процедур даже приезжал к ней домой. Вот только каждый раз после общения с врачом Татьяна чувствовала себя все хуже и хуже. И однажды попала в больницу в критическом состоянии. Женщина подозревает, что врач не лечил, а травил. Расследование право на право. Этого врача-стоматолога, пока идет следствие, назовем его Дмитрий, киевляне советовали своим друзьям и знакомым, как молодого специалиста, который хорошо делает свою работу и недорого за нее берет. Инна Гончаренко стала одной из его пациенток. Обратилась для установки трех имплантов. Он мне поставил три конструкции, то есть имплантанты, которые устанавливаются в костной ткани. И, собственно, при этом сломал два здоровых зуба. За работу Инна расплачивалась Дмитрием наперед. Теперь же платит за то, чтобы ее переделать другим специалистам. Когда еще лечилась, заметила странное поведение доктора. Он мог исчезнуть на некоторое время, не отвечать на звонки или опоздать на прием. За два года стоматолог арендовал шесть разных кабинетов по городу. Часто менял и переносил время и место встреч. Не мог найти общего языка с администрациями клиник, где работал. А из-за переносов, задержек, приема и затягивания лечения, конечно же, страдали пациенты. Вот когда это все началось, я поняла уже, что уже все груз. Были внушительные беседы, были скандалы, были хлопания дверями. Было такое, что я брала штурмом клинику, не выходила из нее, я не давала закрывать клинику до тех пор, пока он не приедет. И он приезжал в 11 часов в эту клинику. Десятки клиентов-стоматологов в конце концов решили, что их здоровье важнее денег. И обратились за помощью к другим специалистам, попросту забыва о том, что за лечение уже заплатили врачу Дмитрию. Среди тех, кто не смирился и продолжает отстаивать свои права, киевлянин Геннадий Войначенко с супругой Ларисой. Стоматолога им порекомендовала соседка подачи. После первого осмотра врач составил план работы, приступил к лечению. Подкупил внушительной скидкой. Нам пришлось сделать панорамные снимки и ей, и мне. И оказалось, что вместо 11 имплантов, которые нужно было установить, установлено 4, в которых один под вопросом, вообще имплант ли это. У меня тот же самый вариант. Мне нужно было установить 3 импланта, установлен один. В целом, мое лечение и супруги обошлось нам где-то порядка 6,5 тысяч долларов. Теперь пора лечиться у других специалистов. Добиться возврата денег от Дмитрия не удалось. Вначале дантист обещал все доделать, но потом просто перестал брать трубку. Геннадий Войначенко подал иск в хозяйственный суд. После этого с ним тоже связалась мать врача-стоматолога и заверила, сын все исправит. Он немножко приутих и сказал, что я все сделаю. Я все сделаю, верну, что нужно. А к этому времени наша соседка подачи, которая тоже у него делала, у него тоже начались проблемы с тем, что он уже и все установленный. Установленная работа вся установлена, она начала шататься. Он мне сказал, ничего страшного, вот там можно даже клеем обычным секундной замазать. А потом, когда опять будет у меня какой-то кабинетик, я вам все сделаю. Но она до сих пор ждет, что она что-то и сделает. Еще одна киевлянка Вероника Миндар уверена. Всем тем, кто пострадал от некачественного лечения у Дмитрия, еще крупно повезло. Хоть и потеряли деньги, но не потеряли главное – жизнь и здоровье. Ведь то, что произошло с ее мамой, 69-летней Татьяной Коломиц, вообще не укладывается в голове. В 2018 году Вероника жила и работала за границей. Регулярно отсылала деньги маме, часто на лечение. Пожилая женщина какое-то время страдала от зубной боли, нужно было идти к дантисту. Если другие клиники просили 10-14 тысяч долларов за новые протезы, стоматолог Дмитрий взялся за работу по минимальной цене – 6 тысяч. Вот только протезирование по его вине затягивалось. То он не придет на прием, то и вовсе сменил место работы. Я говорю, мам, какая-то подозрительная история, давай поменяем стоматолога. Нет, нет, он обещает все сделать. И вот так вот полгода. Я говорю, мам, где зубы? Зубов нет. Почему? Вот-вот он обещает сделать. Выяснив, что пожилая женщина живет одна, а дочь далеко, врач Дмитрий втерся к ней в доверие и несколько раз даже заходил домой, делать обезболивающие уколы. В этот же период из квартиры пропала банковская пенсионная карта, а со счета оказались списанными 3 тысячи гривен. Татьяна Коломец подала заявление в полицию, но преступника не поймали. А однажды пожилую женщину нашли в квартире без сознания. Просив все, Вероника вернулась в Украину спасать маму от инсульта. И пока ее самого близкого человека лечили в больнице, девушка помимо украденной банковской карты обнаружила и пропажу техники в доме. Я захожу в квартиру, смотрю, говорю, а нет ноутбука. Говорю, а какой такой? Есть такой телефон и такой, а вот того третьего нету телефона. Ну и она говорит, ну, значит, мы не поверили, говорю, украли. Она звонит в банк и выяснится, что с ее счетов в этот день, когда с ней произошел этот случай, переведено 47 тысяч гривен. На снимках с камер банкоматов, где были сняты деньги, Вероника узнала маминого стоматолога. И, просмотрев записи с камер наблюдения в их доме, была просто поражена увиденным. Татьяна Коломей с 2 часа ночи, еле передвигая ноги, тла за стоматологом. Тот, снимая ее на камеру и подгоняя тумаками, буквально затащил бедную женщину в лифт. Через час ее уже вынесли из дома на носилках. А днем позже те же камеры зафиксировали Дмитрия, который зашел в подъездка к себе домой и лично вынес технику. Вероника написала новое заявление о краже. А поставив маму на ноги, решила выяснить, как же обстоят дела с ее зубами. Рентген показал, вместо пяти имплантов, за которые было заплачено, установлен всего один. Как так получается, что мама заплатила за пять имплантов, а вот рентген показывает? И не поверите, в течение 20 минут человек с прямо спокойным, размеренным голосом говорит, вы знаете, я столько лет работаю, у меня вот столько клиентов, хороших отзывов. То, куда вы пошли, это плохая фирма, где делают рентгены. И потому что это было неправильно сделано не под тем углом, потому не видно этих имплантов, которые... Я же импланты не ставлю, я вообще никогда с этим не сталкивалась. Я ему поверила. После разговора с Дмитрием Веронике позвонила его мама. Попросила подождать, обещая, что сын все доделает. Но Вероника твердо стоял на своем и решал забрать уже оплаченные зубные конструкции стоимостью 40 тысяч гривен. Договорились о приеме на следующий день, а ночью в квартире Татьяны Вероники произошло ЧП. Мама все-таки открыла дверь, и в этот момент ей ударило током. Она успела дернуть руку и смотрит, что со щитка электрического тянутся провода к нашей железной решетке тамбура. В металлической решетке их тамбура подвели оголенные провода под напряжением. Пострадавшие вызвали электриков и милицию. Вероника зафиксировала факт покушения на жизнь. А камеры в подъезде подтвердили, ночным гостем опять был их стоматолог Дмитрий. Все, что я хочу, это справедливого, законного наказания преступника. Все. О самом стоматологе можно найти информацию в интернете. Там есть краткая биография и ведомости о его медицинской практике. Размещали эти сведения на своих сайтах, те стоматологические клиники, где доктор уже успел поработать. В отзывах на этих страницах люди не рекомендуют его как специалиста. Пишут, что он не обязательный недобросовестный врач. В открытых источниках о доходах и имуществе предпринимателя мы нашли сведения о немалом количестве земельных участков, квартир и даже небольших фирм, которые зарегистрированы на Дмитрия или его мать. Добиться вразумительных объяснений ни от Дмитрия, ни от его матери, ни журналистам, ни пострадавшим не удается. Алло, здравствуйте, меня зовут Галина, я вас беспокою, это журналист, телеканал Дом. После того, как журналисты право-направо обратились в Киевскую городскую прокуратуру, всплыли новые факты о деятельности 31-летнего стоматолога из Черниговской области. На сегодня вказанной особе поведомлено про подозру за трьома эпизодами. Два из них в межах одного криминального проведения, которое расследовалось с Дарницким управлением полиции. Идется про факт крадежки, вчиненной ним с квартиры, знакомой, а также вчиненной ним грабежу с женщиной, с которой он познакомился случайно на улице. И, как оказалось, подозреваемый фигурант еще нескольких криминальных производств. Не брезговал грабить даже случайных знакомых. В производстве прокуратуры есть заявление о пострадавшей женщине. Она рассказала, что врач Дмитрий посел к ней в машину, а затем предложил остановиться и выпить по стаканчику кофе. В напиток, возможно, подмешал некий медицинский препарат, так как во время кофепития пострадавшая потеряла сознание, а новый знакомый забрал ее мобильный телефон и деньги. Сейчас мы вытрубируем из полиции криминальное проведение за факты шахрайства. Зясуем, на каком состоянии сейчас досудовое расследование. В разе неэффективности будем давать указки, безусловно, действовать процессуальное руководство, для того, чтобы активизировать следствие и завершить все эти расследования, притягнуть его до ответственности и по другим эпизодам. Соматологу сообщено о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса. Это покушение на убийство, статья 115, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы, совершение кражи с проникновением в статья 185, часть 3 и нападение, статья 187, часть 1. Правоохранители на время проведения досудебного расследования будут наставить на содержании подозреваемого под стражей. А благодаря журналистскому расследованию в прокуратуре узнали и о других жертвах стоматолога. Кроме того, вважаючи на то, что есть и другие потерпели, принято решение прокуратуры и города Киева вытрубить все эти проведения, проанализовать стандусудового расследования, за возможностью объединять их. Юристы же советуют, чтобы избежать встречи с подобными аферистами, стоит очень тщательно выбирать специалистов. Проверять не только отзывы, но и официальную информацию, как то наличие лицензии, допуск к определенным работам. Любой пациент имеет право ознакомиться с тем, разрешены ли медицинские препараты и материалы, которые используются для лечения. Если нет доверия к врачу, лучше у него не лечиться. Чтобы защитить свои права при некачественном обслуживании, можно обратиться в управление по защите прав потребителя или начинать с администрации медицинского учреждения, которое отвечает за оказание медицинских услуг. В любом случае, сохраняйте все документы и чеки, которые подтвердят ваши слова. И пока сюжет готовился к эфиру, пришли результаты по данному делу. За результатами проведения досудового расследования, относительно указано особи за фактом вчинения разбойного нападу и крадежки уже скеровано обвинувание акту суду, который перебывает на данный час на расследовании в Дарницьком районном суде в Киеве. Информую также вас, что на данный час данной особой поведомлено еще одну подозру про вчинение особенного тяжкого злочину. Это за фактом замаха на умисное убийство женщины. У зазначенном криминальном впроведении направлено скеровано до суду клопотание щодо обвинения виняткового и запобежного захода в виде тримания под вартою. До речи, это клопотание расследуется судом. Сегодня в прокуратуре решается вопрос еще по четырем криминальным впроведениям, которые находятся на выучении, еще до причастности этой особи, до других злочиней. 15 января по ходатайству прокуратуры подозреваемому взято под стражу на два месяца без права внесения залога. Сегодня у нас в гостях Евгений Йенин, заместитель министра иностранных дел Украины. В Миде он курирует юридическое преследование России в международных судах. Знаю, что вопросы международного правового сотрудничества обходили в вашу компетенцию в Генеральной прокуратуре, где вы несколько лет работали заместителем генпрокурора. Международный уголовный суд сообщил о завершении предварительного изучения дела о ситуации в Украине. Что означает для нас начало процесса в ГАГе? Какова его предыстория? И каковы будут юридические правовые последствия? Когда мы столкнулись с открытой российской агрессией, то прежде всего стал вопрос о том, каким образом привлечь высшее российское руководство к ответственности за совершение тех преступлений, которые они совершают на территории, которые временно оккупированы. Безусловно, возможности украинской юстиции, прокуратуры, органов досудебного расследования являются весьма ограниченными, с учетом того, что определенные территории находятся не под контролем правительства Украины. Соответственно, работа органов по сбору соответствующей доказательной базы несколько ограничена. Точно так же мы можем сказать и о физической возможности привлечения к ответственности, прежде всего, руководящего звена российской армии, российских спецслужб и российского политического руководства. Именно с этой целью Верховная Рада Украины приняла два заявления, в которых обратилась к Международному уголовному суду с просьбой рассмотреть возможность распространения юрисдикции римского устава на те события, которые происходят на временно оккупированных территориях как в Крыму, так и на Донбассе. За эти шесть лет украинской прокуратурой вместе с органами судебного расследования сформированы огромнейшие массивы данных, которые документально оформлены и переданы Международному уголовному суду. Огромную помощь в сборе доказательной базы оказали общественные организации, которым огромнейшее спасибо. Все собранные материалы – это результат титанической работы всех и органов правопорядка, активистов, журналистов, общественных организаций. И процесс сборов доказательств продолжается и на сегодняшний день. Мы ждали этого решения прокурора Международного уголовного суда целых долгих шесть лет. Тем не менее, на сегодняшний день мы переходим в новую фазу борьбы с российским агрессором. Уже завтра, послезавтра, после начала рассмотрения дела по сути, Международный уголовный суд может требовать привлечения к ответственности целого ряда российских военных или политических деятелей. И, поверьте мне, это очень сужает, скажем так, маневр тех командиров, которые ощущали свою безнаказанность, особенно на временно неподконтрольных территориях, осуществляя массовые нарушения прав человека, насилия и другие военные преступления. Международный уголовный суд действует по принципу комплементарности. То есть, исходя из того, что украинская сторона ограничена в своих возможностях по привлечению к уголовной ответственности российских преступников, в дело вступает Международный уголовный суд. Завтра эти люди выйдут за пределы Российской Федерации, и они могут быть задержанными правоохранительными органами иностранных государств с целью дальнейшей экстрадиции и привлечения к уголовной ответственности или же правоохранительными органами Украины, или же Международным уголовным судом. В Украине звучат опасения, что ГАГа может бумерангом ударить по украинским военным, в частности, под обрабатом более 300 офицеров-генералов фигурирует в материалах так называемых уголовных дел, которые фабрикует Следственный комитет Российской Федерации. Мы неоднократно сталкивались с тем, что российская сторона и ее прокси на неподконтрольных украинскому правительству территориях массово фальсифицируют уголовное производство против украинских военнослужащих, против высшего военно-политического руководства Украины. Мы достаточно неоднократно сталкивались с попытками задержания наших участников АТО, добровольцев на территории иностранных государств, злоупотребления возможностями Интерпола. В то же время могу сказать, что тактика действий Украины оказалась достаточно успешной. В большинстве случаев нам удалось добиться как освобождения наших сограждан, так и возвращения их на родину. Вспомните хотя бы случай с сержантом Марковым. Российское следствие предъявило украинскому военнослужащему Виталию Маркеву обвинение в причастности к убийству и объявило его в международный розыск по тому же делу, по которому его оправдал апелляционный суд Милана, об этом говорится в сообщении Следственного комитета России. Какова реакция МИДа? Как часто вы сталкиваетесь с примерами фабрикации подобных дел? И как мы будем защищать Маркева? Есть общеизвестный принцип права, который предусматривает невозможность привлечения к ответственности дважды за одно и то же событие или преступление в данном случае. Имея оправдательный приговор апелляционного суда в Италии, абсолютно надуманными кажется обвинение, выдвинутое российской стороной. Безусловно, мы предпримем ряд действий, которые обеспечат максимальную свободу передвижения Виталия Маркева. В аналогичных случаях мы неоднократно прибегали к информированию комиссии по контролю за файлами Интерпола. И опять же таки, в преобладающем большинстве случаев Интерпол достаточно быстро и объективно разбирался в соответствующих ситуациях, блокировал красные карточки, которые выставлялись в данном случае российской стороной. И люди возобновляли свободу своего перемещения. А что даст расследование международного уголовного суда обычным гражданам на неподконтрольных территориях? Прежде всего, расследование международного уголовного суда это еще один инструмент сатисфакции. То есть, восстановление справедливости, компенсации убытков материальных, моральных. Кольцо удавки вокруг российского военно-политического руководства постоянно сужается. Мы видим это в рамках разных процессов. Напомню, буквально недавно Украина присоединилась в качестве третьей стороны к судебному процессу в Европейском суде по правам человека вместе с Голландией. Теперь этот процесс называется Голландия и Украина против России. Кроме того, хотел бы напомнить о том, что и на других юридических фронтах мы идем вперед. Буквально в этом году мы подали свой иск в международный арбитраж в отношении так называемой малого морского дела. Речь идет о незаконном задержании российскими пограничниками трех суден военно-морского флота, незаконном аресте 24-х членов экипажа, что грубо нарушает принцип абсолютного суверенитета военных суден. Кроме того, мы пошли вперед значительно в деле о привлечении Российской Федерации к ответственности в рамках конвенции о недопущении финансирования терроризма, а также недопущения всех форм расовой дискриминации. Хотел бы отметить, что это первый факт привлечения Российской Федерации в международных судебных органах по конвенции о недопущении финансирования терроризма. Российская страна вынуждена будет раньше или позднее восстановить нарушенные права, принести соответствующие изменения и оплатить соответствующие компенсации. Ранее материалы нарушения прав человека Россия передала и Польша. Эти два дела будут объединены или это будут два параллельных процесса против Российской Федерации? Мы видим в последнее время консолидацию всех юридических процессов против Российской Федерации как в национальных инстанциях, так и в международных. Посмотрите расследование британских властей в отношении массового вмешательства российской стороны в информационное пространство Британии. Посмотрите те процессы, которые происходят вокруг прокладки Северного потока-2. Посмотрите массовый процесс санкционирования российских чиновников в американской юрисдикции. Я уже не беру уголовные процессы в отношении значительного числа российских олигархов, которые мы встречаем практически в каждой уважающей себя юрисдикции. Евгений, спасибо вам и спасибо нашим зрителям. Вас ждет бесплатная правовая консультация. Пишите на почту правособачка канал Дом ТВ. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!